Чем они недовольны, я не понимаю. Легкая промышленность, мощные услуги, мощные все. Сельское хозяйство, все производство, все вообще нормально. Единственное мнение, ну вот что, не очень. Генералы обиделись, что-то опять. Медицина, образование, даже он экология растет уже, все же. Ну свобод чуть-чуть не хватает, ну что ж поделать. Я вообще не очень понимаю, как на этот показатель влиять. Наверное, меньше платить КГБ, да, тогда же они могут и свернуть тоже. Ну ладно, давайте намечаются выборы лица. Мы сами поставим такую доктрину. Ну, это имеется в виду начало игры или в предыдущем шаге. Так, выборы. Вести армию в столице для поддержки. КГБ слишком слабо. А, если бы КГБ, силы КГБ если бы была, можно было бы подтасовать выборы. Видать, вести армию для поддержки, либо задать собожидание. Но в прошлый раз я сказал, что выборы, скорее всего, мы проиграем. Но я думаю, что, наверное, проиграем. Мы можем ввести армию в столицу для поддержки, чтобы в случае, если мы выиграем выборы, оппозиция опять начала бы там бунтовать. Поэтому введем армию для поддержки, а потом нам тогда дадут, видимо, выбор. Либо армию использовать для того, чтобы свергнуть нового, этого, как его зовут-то там, первого секретаря, да? Либо чтобы защитить нашу власть. Ну, давайте, для поддержки. О, смотрите как. Подавляющее большинство голосов на выборах. Однако, подобное вмешательство вряд ли забудут. Или подавляющее количество голосов именно в том, что армия зашла на всякий случай. Однако, подобное вмешательство вряд ли забудут. Ну, что ж поделать. Что ж поделать. Так, очки опять. Минус 23. Силы армии 71. Так, лояльность КГБ. Что-то КГБ вообще не это самое. Не любит нас. За что? О, ой, что-то все стало падать. Солдаты в минус. Силы КГБ в минус. И лояльность в минус. Что так все расстроились, что армию вел? Я же на всякий случай. Я же не для себя старался. Я же хотел просто защитить вас. Народ мой. Так. Конвертики задолбали. Конвертиками уже денег на них нет. Давайте КГБ дадим денег. Дело есть. Вот. Сотню дадим КГБ, что ли. И на правый порядок сделаем 150 сюда и сделаем 90 вот сюда. Так. Культ просвета нет. Медицин. 100 на медицину сделаем. Как настоящий тиран узурпатор, буду развивать медицину в стране вместе с образованием. Конвертики правым крылом. Ну это ладно. Поддержка ООН. Дипломатические миссии. Да дипломатические миссии что-то много. А, я их отменял, а потом нажал сюда куда-то и забыл. Забыл снять с них. Ну сотни. Ой. Может совсем уж ладно. Давайте 50 сделаем. И ООН сделает 50. Экологию давайте 200 прям. Вообще сейчас. Будет страна с самой высокой экологией. Так. Кто там еще у нас из недовольненьких-то был? Генералы КГБ. Силы КГБ сюда накинули денег. Правое крыло что-то теряет. Теряет правое крыло. А вот тут. Давайте тут проверим. Консерваторы. Умеренные. Мы вот эти черненькие, да, судя по всему. Зелененькие с черной рамочкой. У нас немного почему-то. Разрешение и запрет. Нужно запретить умеренных. Технократы подавляются. Зачем технократов подавлять? Либералы. Поддержать силу. Давайте вот поддержим силу. Как это? Нет возможности. А, потому что опять в минусах там эта штука, да. Так, значит. Генералом занесем конвертик. Ну прям вообще, прям расстраивает вот это вот все. И КГБ еще занесем. Так, и правые обиделись, потому что им вообще никто не заносит. Посмотрите только траты, да. Какие траты? Мы на медицину тратим, на экологию тратим 200, на медицину на соточку. А тут вон 100, 140, 160, 210. То есть вот этим всем казнокрадам больше, чем на экологию тратим. В два раза больше, чем на медицину. Ужас просто. Так. ВПК. Давайте ВПК наносим тоже. То что-то силы армии не растет. Совсем. Это плохо. Так, ну и сферу услуг тоже. Еще, я думаю, импорт какой-нибудь. Какой-нибудь импорт маленький сделать стоит. Давайте искусство может... Медикаменты. Давайте медикаменты будем возить западные. И роскоши немножко. Немножко искусства, чтобы людям было поинтереснее нашим жить. Вооружение. Солдат. Давайте солдат еще тоже. Чуть-чуть. И про порядок сотку тогда сделаем. Технологии. Ну и все. Все, я думаю. Дадут? Дадут. Разъяренная толпа народу, поднятая сильная оппозиция. Так, ну вот это прям... Оппозиция прям что-то совсем не может успокоиться. Начала захват уже. Но это вы, ребята, уже совсем как-то беззаконие творите. Выборы прошли. Прошли. Так. Призвать лавяное население. Спецслужбы не могут. Использовать армию. Провести требуемую реформу. Вот-то прям они что-то совсем уже. Уже бы я бы спецслужбы бы позвал бы, чтобы эту оппозицию немножко бы... Немножко бы эту оппозицию как-то это уже прищучить. Потому что я понимаю, если бы там все деньги бы шли бы там на вот эти, на конвертики и на армию. Да, у нас медицина, здравоохранение, экология. Все развиваем как можем. Экономику качаем. Деньги из экономики перекачиваем в социальную сферу. А вместо того, чтобы сидеть и не выеживаться, они вот какие-то здания захватывают. Уж прям вообще. Население. Если мы призовем население, это будет гражданская война. Будут наши люди биться с вот этими вот супырями радикально настроенными. А армия тоже как-то против народа. Давайте на реформы. На реформы давайте. Так, теперь давайте найдем вообще, где эта оппозиция находится. И кто там вообще? Где вот эти мужики там сидели с цифрками? Не тут. Не тут. Блин, как найти теперь? Вот они. Вот эти мужики. Так, это наш мужик. А вот это не наш мужик. Надавить. Давайте-ка надавим на него. Что он там вообще? Было семь, никто не выделывался. У него сейчас здесь. Вот это вообще-то давить на него. Коррупция. Коррупцию искоренить вообще в СССР и в нашем. Съезд КПСС. Где мы обязаны удержать утвержденные нами позиции. Здесь мы также можем обрушить карательный меч партии. Давайте обрушим. Так, верно провести. И так вопали. И так вопали консерваторы слишком сильные. Наступить на умеренных. Наступить на либералов. Давайте наступим на умеренных. Умеренных много в этом самом. Существенно прорежены. Где там эта штучка-то? Вот. СДПВ. Это же были эти у нас тут реформаторы, да? А, все, они раньше по-другому назывались. Понятно. Теперь у них название поменялись. Идем Союз. СДП, ССС. КПСС. КПСС это коммунисты. Коммунистов надо было... Я перекупал, да? Без партийных. 13. ВКП-Б. Б. ВКП. У нас сборы. Да, надо лишь разбираться вот в этих партиях еще. Ну ладно. Деньги есть, есть. Ух ты, очки, авторитет. Минус 135. Не надо было никого не езжать, походу. Сила армии 70. Лояльность к ГГБ. Что-то падает-то конкретно. Что-то вообще прям конкретно падает. Хотя вот вроде прирост 0,1. Генералы прирастают. Правое крыло нас не любит. Вот все эти политики, вот чиновники местные, вместо того, чтобы за народ... Ой, преступность что-то тоже подпросила. Хотя в МВД подняли расходы. Доходы населения, да, парень? Давайте с КГБ тогда дружить снова. Пока деньги есть. Не понимаю, почему они так прям... Уже и так кучу денег им... А они все не хотят. Так, и силу КГБ давайте поднимем еще. Что-то как-то прям совсем нефтяной кризис. Странный ОПЕК. Так, на котором подтверждены принципы отказа от квотирования. Падают наши экономики. Вот, кстати, не могут. У нас от нефти сейчас 10 сотен миллионов, да? 10 сотен миллионов. А при этом у нас профицит бюджета. То есть мы от нефти в данный момент, вот в данной игре, мы от нефти вообще независим. Тормозить понижение цен на нефть. Децентрализировать экономику, увеличить добычу нефти. Ну, давайте поднимем добычу нефти, но... Поднялась нашу прибыль. Вот сейчас и посмотрим. И сюда. Госстат. Наши прибыли от нефти. Питак, да? Ну, сейчас возьмем и понизим ее, господи. Мы добывали 89, по-моему. По цене 41. Ну, вот у нас было 10, стало 4, как бы, да без разницы. У нас эта нефть сейчас вообще никак. Очки только теряем. 41.75. Поехали дальше. Сепаратизм в Советской Украине. Вышел на улицы народ с огромными транспарантами. Начал сооружение баррикад, а также захват зданий опять. Собственной независимости. В союзе жить, получиваясь. Порицать сепаратизм. Мы не можем проводить сепарсификацию, потому что ГБ у нас нет. Направить армию. Порицать сепаратизм. Дадим им больше прав, господи. Давайте по-доброму. Хотите свободы? Берите. Что вы потом с ней делать будете? Берите, берите. Сейчас у нас, правда, союз наш распадется, да? Это 86-й год только. То есть за все это время даже прошел всего один год, а уже так все... Уже все так плохо. Хотя вот сил армии у нас, наконец, больше, чем в США. Прибыль все равно... Экономика у нас все равно растет. Так, давайте посмотрим, как там наши друзья. КГБ 35. У нас скоро КГБ чпокнет, я думаю. Хотя все время выходят какие-то недовольники на улицу. Но все идет к тому, что нас чпокнет КГБ, я подозреваю. Хотя я первый раз играю, поэтому еще не знаю, как это все будет. Но... Лояльность КГБ минус 0,6. А что сделать, чтобы КГБ... Мы сейчас с ним проведем перевооружение. Мы сейчас очки науки на них потратим. Потому что, я не знаю, вот там в конвертах кучу денег. Сюда кучу денег, а они все равно недовольны. Борьба с преступностью совсем упала. Сейчас у нас преступность будет расти. Походу, вот эта должна быть максимально, тогда преступности не будет. Но мы вкладывались в МВД уже. И мы не можем никак накопить сотеньку очков, чтобы открыть Минфин там или... Ну, Минфин как бы по-хорошему, конечно. Но МВД не можем... Ладно, мы в общем-то 180. Так, ну пробуем тогда в правопорядок. Еще разок. КГБ. Где ты? Может, зарплату чиновникам поднять? Может быть, эти недовольные, это эти? Вот они выходят все время недовольные. Вот пока сверху слух. Вон, 180, е-мое. Кому еще-то? Куда больше-то? Ну, давайте 100, ну ладно. 100. Так, а расходы на КГБ? Вот они. 140. Ну, тоже. Куда счета больше? 160. На. На. Гидра. Ненасытная. Так, сейчас мы еще... Очки науки. В следующий ход у нас будет 300. Мы попробуем еще очки науки потратить на них. Может быть, они порадуются. Беспорядки опять. Грабежи, убийства, нападения. Ну, это понятно, потому что у нас совсем упала борьба с преступностью. Я что-то прощелкал в этот момент, что там совсем пустая колоночка. Милиция не в силах преступности распространяется по всей стране. Так. Вытереть средства из бюджета. Нет столь могучих. Нет столь много лучших. Полномочия правоохранительным. Давайте лучше денег потратим. Потому что это еще усилит. Правоохранительные органы. Значит, свобода еще... Ладно, да, давайте пусть. Потому что ж куда мы денем деньги? Наймем новых ментов? А толку? Давайте разрушили. Недовольны многие. Да понятно, что недовольны многие. Не надо беспределить просто на улицах. 140, да. Так, ну смотрите, наконец-то здесь поднялось. Здесь поднялось. И в Академию науку еще пойдемте. Сколько там? 50, да? А силы КГБ давайте посмотрим. Силы КГБ. Три таких, да, штуковины? Три штуковины. И сюда. Академия наук. Переоснащение. Ну нет, нет. Носители нет. Нет, ничего хорошего-то. Ничего хорошего нет. Значит, ну, как бы давайте. Быв их на все деньги, да? 50. А сила? Может быть, следующий ход пересчитается. Давайте проверим. Демократические волны. Почему вы опять недовольны? Да, Господи, ты Боже мой. Недовольный российский народ подначимой радикальной оппозиции. Вот эту вот радикальную оппозицию бы в вашей отставке, как тираны вывести нам лояльнее. Нет, не будем мы выводить народ. Армию не будем. Дать больше прав. Дать больше прав дадим. Или частичную демократизацию. А потом опять будет выбор. Ну да, давайте больше прав дадим. Права союзных республик. А-а-а, вон что он. И потом после этого начинают они выходить, да, от нас, союзные республики. Так, лояльность как бы снизилась опять. Был 50, стал 47. Этим не угодишь, ребятам. Вообще не угодишь. Так, а сила? Вообще не поменялась. Плюс 0,1 хотя бы. Да. С преступностью. Вот, надо бороться. Минус 0,9. Одна появилась штука, но не очень. Давайте, значит, в правопорядок. Куда деваться? 130. Все. Ой. 130. Все на правопорядок. Сейчас будем тогда. Волнение за либерализацию. Наш народ по горлу перекомлен знаниями о свободах. Не надо образование, что ли, было развивать? Провести реформы. Непонятно, какие реформы, да. За что они там ратуют? Каждая лишняя должность помеха делу. Так, массовая реформа. Массовая реформа. Какие конкретно? Очки минус 50. Прибыль 0. Ну, армия сильнее американцев. Наука 83. Борьба с приступить. Так, вышли в 0, надо в плюс. Что у нас с экологией? Давайте с экологией, наверное. О, экология стала 5, да. Было 3. Давайте с экологией перекинем на на МВД. 30-очку давайте перекинем. МВД. 150, да. Оп. 160 даже. Преступность искореним. Займёмся снова чистыми озёрами. Пока надо этот бандитизм успокоить. Недовольство интеллигенции. Теперь этим не хватает чего-то. Так. Именитых творческих и научных деятелей выражают недовольство ваше тихучей культурных свобод и развития. А, это вот как раз этот. Культпросвет. Какое письмо ещё? Давайте в культуру, да. Скинем чуть-чуть. Огромные средства. Ох ты ж. Огромные-то напрасно. Минус 30. Минус 30. Ну, хотите, смотрите, КГБ подуспокоилась. Минус 30. Сейчас откуда-нибудь найдём минус 30 себе. Экология вот пошла вниз. Экология. А борьба с преступностью вверх не пошла. Свободы. Вон наш свобод сколько. Кном стук свободы. Так. Тяжёлая промышленность. Интеллигенция 4.9. Вот сейчас мы с них и поснимаем денег. Где там наши конвертики? Интеллигенция. А, у вас всего 20, да? Плохо. Ладно. Сделаем 10. А, надо 30, да? Дать из генералов снимем ещё тоже. Из генералов пока хватит. Пока пусть так будет. Станция МИР. О! Пилотированный научно-исследовательский комплекс, получивший выход в свет благодаря протекции Романова. Стоит ли нам вводить её на орбиту? Ну, конечно. Мы же её сделали уже. Выводим МИР. Оставляем управление старой станцией. Выводим МИР, но старой станции содержать не можем. Да, МИР 2. Хватит и старых. Сворачиваем. Давайте МИР сделаем, а остальное как бы ладно. Вот так давайте сделаем. Ещё 6 модулей. Так, старые салюты были выведены. Ну и всё. Прибыль минус 25. Да ёшкин кот. Так, ну 80 на КГБ тогда. Как они вообще сейчас относятся-то к нам? Сила. Я ведь по нолям у всех. Ну и ладно. Онкология по нолям. В целом нормально. В целом нормально. Едем дальше тогда. О, окончание пятилетнего плана. Задать условия для осуществления следующего пятилетнего плана. Бог, государство. Так, увеличивайте план. План можете опустить. Уменьшить требования по плану. Будет меньше денег. Меньше денег нам точно не надо. С учётом того, что у нас всё равно всё в ноль уходит. Оставить всё без изменений. Увеличивать требования. Увеличивать требования, значит, людишки будут напрягаться больше. Это не очень хорошо. Они и так всё время чем-то недовольны. Давайте оставим как есть. Нам нужно административно вот этих чиновников. Давайте их покоцим чуть-чуть. Где они были там у нас чиновники эти? За поддержку он ещё давайте покоцим. О, это не то, что немножко. Тут вообще так нормально надо. Здесь и тип миссии давайте сделаем. И чиновников. Где тут зарплата чиновников? Хоп. Кстати, коррупция. Всё, не всё. Так, вот это максимум, я так понимаю, да? Боиспособность по максимуму коррупции. А, появилась, появилась уже. Что-то красненькое, дальше появится вот такая серенькая какая-то. Как след от покрышки автомобильный экспорт. Мы куда-то ещё что-то экспортируем. Экология сильно, да, получила, конечно. Хотя лоярность пошла вверху. По всем вообще, смотрите. А, хотя оппозиция. Оппозиция сильно вверх-то. Вот это-то не очень хорошо. Солдаты максимум. Левый крылой лоярность растёт. Надо как-то оппозицию успокоить. Они сейчас опять будут там бродить. Так, они у нас не тут. Они у нас да и не тут они. Десять из десяти. Ничего себе. Уже нельзя давить. По минусам, что ли, опять наши... Да, по минусам. Плохо. О! Которые не смогли бы пройти без одобрения, которые вы дали. Неожиданно победил комендат от оппозиции. Молодой популярный Ельцин. Набрал мнение тридцати. Представляющий партию Рыжков набрал мнение. Всё! Это провал. Оппозиция набралась и прищучила нас. Однако... Мы ничего не можем поделать. Так, вскоре после толки Ельцина возглавляет Россию и Верховным Советом ФСФСР была принята декларация о суверенитете и запрещена зарождающаяся коммунистическая партия. И отыграем дальше, что ли? А я думал, это уже всё? Ну, давайте-ка посмотрим. Непонятно. Или ход сделать надо, чтобы всё закончилось. Ельцин. У него четыре было, да? У него было четыре, он вдруг выиграл. Не ясно. Прибыльной. Ну, давайте, ладно, дальше нажмём. Хотя мне кажется, что... Это всё? О! Опять, да? Давайте опять приведём реформу. Беспартийные, как бы. Понятно, мы-то к какой относимся партии. Это вот на школе, да? У него шесть из десяти. Очки минус сто, опять. Ну, ладно, идём дальше. Опять недовольные. Большие отставки, как тирана. Направить армию? Нет. Я не хочу. А, шесть, право, некуда. Вот дела, вот дела. Ну, армию направлять либо лоярный народ, да? Печаль. Ну, сейчас уже как-то совсем печаль. Так. армия, армия, это как бы всё-таки силы для защиты от внешнего противника, поэтому армию против гражданских управлять, это как-то уж совсем отстойно. Поэтому точно не буду армию управлять против мятежников, вывести лояльный нам народ. тоже гражданская война будет сейчас у нас, наверное. А может, наши вообще проиграют. Но ладно, в следующий раз тогда попробуем делать суровую страну. Будем делать тоталитаризм, если свет на Россию будущее у нас. А вот, кстати, смотрите, что написано. Волнение в России. Как бы 86-й год ещё СССР у нас. Ладно, давайте выведем лояльных нам. Пусть народ сам решит своё будущее. Всё. Лишь малые группы лиц вышли в вашу поддержку. Разъярённый народ за штурмом зданий правительства вы были арестованы и расстреляны на месте. Ничего себе! А суд? Новая власть объявила о коренных реформах. Вскоре союзный договор был разрушен. 86-й год был, да, всего год я продержался. Вот так вот людям-то помогай. Ладно, в следующий раз попробую тоталитаризм устроить. Хотя, конечно, тоталитаризм несложно, наверное, будет победить. Но не точно это. Это не точно. Хотя во Фростпанке через тоталитаризм вообще проходят сыграны разного. Ладно. Спасибо за просмотр. Кажется мне, что получилось длинное видео. Но было интересно. Возможно, да невозможно, а точно. Точно я вернусь еще к этой игре попозже. Попробую по-другому. Пишите свои комментарии, что думаете по поводу прохождения. Если уже играли, если знаете какие-то скрытые механики, поделитесь. и будем снова пробовать вместе. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok